Крепкая и сильная страна – это правильно воспитанная молодежь, уверены герои 10 серии нашей рубрики «Есть такая профессия – Родину защищать». Сегодня они готовы перенять эстафету у ветеранов Великой Отечественной и тоже быть примером для подрастающего поколения. Ведь не так давно сами прошли через другую войну. Но обо всем по порядку. Вот в такое интересное место может случайно попасть любой челнинский автолюбитель, решивший заглянуть в сервис. Сегодня на этой базе держат совет ветераны афганской войны, обсуждают предстоящий праздник. 15 мая начался вывод советских войск из Афганистана. И, конечно, вспоминают свою нелегкую службу в чужих горах. Нам сказали, что это просто учение. Это мирная миссия. Вы будете там в районе Узбекистана, проходите там какие-то учения, новое место службы и все. Про войну, про боевые действия вообще слова не было сказано. Жили в полевых условиях, в палатках и жили в кабинах автомобиля КАМАЗа. Жара. 45 в тени, 75 на солнце. Плавился асфальт. К железу нельзя было прикоснуться. И вот мы, значит, в таких климатических условиях выполняли рейсы. То есть ветер афганец. Ребята, многие знают, что такое ветер афганец. Когда песок в столовую заходишь, и масло, хлеб и все продукты в песке, и с этим этот песок кушаешь, он хрустит на зубах. Махмуд Курбангалеев был военным водителем, первая задача которых – обеспечить части оружием и боеприпасами, провизией и водой. Колонны проходили по горным тропам, подвергались обстрелу со стороны душманов, но, к счастью, свои прикрывали. Уже здесь, на гражданке, он познакомился с одним из таких бойцов. Высокие горы, узкие ущелья, серпантины дорог, очень удобные позиции для душманов, для обстрела колонн и, соответственно, неудобные позиции для нас. Жили мы в землянках, носили воду из родника поблизости, все носили на гору на своих плечах – и воду, и боеприпасы, и жили автономно. Никакого электричества, керосиновая лампа. И каждый советский боец, которому в эти жаркие 10 лет довелось побывать в горах Афганистана, на всю жизнь запомнил Гендукуш – горный хребет, который виден практически с любой точки границы. А сегодня так называется музей, недавно открывшийся в Тукаевском районе. В память о себе и о событиях тех лет ветераны Афгана стараются сохранить, несмотря на отсутствие поддержки со стороны властей. Сложно, признаются они, но есть повод не отступать. Да, много очень людей погибло, да, много очень раненых. Но, находясь там, я всегда знал, что я защищаю свою страну. Причем Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, которые вдоль границы были, я всегда знал, что я защищаю их, но это моя страна. В то время это была правда моя страна. Любовь к родине и готовность постоять за нее стала угасать вместе с развалом Советского Союза. И только теперь вновь начало возрождаться патриотическое образование, свою лепту в которое всегда готовы внести и ветераны Афгана. Так, например, в это воскресенье они вместе с кадетами, музыкантами и друзьями из самых разных городов проведут большой слет у памятника воинам Отечества. А в планах еще множество мероприятий, познавательных и нужных. Евгения Исаева, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.